спасибо всем кто в предыдущем видео отозвался на мой призыв на помощь и потому что у меня не разбиралась винтовка вот вот эта вот штука вот здесь штифты с другой стороны оказался штифт короче всем спасибо кто отозвался совет отдал ну ладно ладно вы меня раскусили я еще то видео даже не было желает уже снимаю спустя 15 минут то что я это подумал подумал психанул и просто взял вот такой вот хрень и проточил вот этот штифт дурацкий вот он который было здесь и теперь здесь это небольшая такая рада осталось сейчас ну блин корпус вроде не задела может и затем хрен знает колодку чуть-чуть коснул ну блин чё еще делать сейчас попробую снять блин надеюсь из подвохов будет так ну у меня тоже настолько еще раз говорю поэтому я могу так руки сделать аук кто там это пружина более много у кого тем конечно пор ставить пружинка я просто знаешь слабо потому что даже сводится но очень легко так но открылась это уже хорошо я вот думаю может как-то заподлицо это убрать так оставить ну наверное стоит ее чуть-чуть еще шлифануть забодлицо как-то и может быть это чернение сделать пусть не воронению но в обычное чернение составы типа этого ранения дыховодного просто тупо зачернись что блин самому слова это не разотражал короче я психанул решил не идти в магазин не обращаться блин так я хотел посмотреть поэтому утяжелитель стоит потому что почему интересно я просто как бы сторонник того чтобы пружину вставить не самую мощную пружинка устоковая но поставить утяжелить чуть-чуть поршень чтобы водил слышно стрелял по уверенней вот так как тут по моему вот так вот чувствуется даже что компрессии вообще нет а ну-ка сейчас я попробую переломить я бы это плохо делал а убрать сука по пальцам план так переломил я и что теперь теперь надо перепуск зажать и чем-то мотолок возьму хотя ручка засрется блин верточку такая-то у меня не силы а я короче это делать не умею не буду делать походу вообще компрессии никакой нет нет тут вообще просто никакой компрессии ладно брат стул преломила теперь перепочинил ни одна хер что вот закрываешь ствол надо конечно снять эту штучку отсюда ну короче я просто уже знаю что но она очень легко вытаскивается какая компрессия может быть так я хотел посмотреть что там за утяжелитель про что в планах было поставить подлиннее просто чтобы она как направляющий тоже срабатывала так поршень составной тот самый еще мальчу жреть или нет ни ебали х прикол блин ребят мне кажется совсем абсурд уже даже утяжелители бы нет так манжета какая-то смотрите драны тупец и вообще новую винтовку купил садиров почти нет но чуть-чуть есть кстати такой глубокий задирчик блять магазин уже не вернешь кстати след видно перепуска на манжете может как и драны блин я боюсь уже но компрессора рассматривать так и точно драны может смазка сверху херой на шершавая все поршень составной менять не планирую вот как есть броню тяжелителя нет пиздец подолос подол то есть сейчас 20 2023 мысли на зон зайти то там 300 будет рублей ну где-то там дешевле может какие-то магазины за доставку заплатишь еще 300 рублей потратишь короче вся эта экономия блин все эти акции это просто барахло блин паривают ну-ка заглянем что там у нас ну блин не знаю почистить кучни штук это мусор есть камера были не фокусируется сейчас вот так вот теперь резко вот так вот очень надо будет почистить и я хотел посмотреть совпадает ли отверстие с думала блин и перепуск совпадает ли нет кстати крепится они не совпадают короче перепуск наверно на 2 3 закрыт но можно на лучшему некоторые делают 32 короче ребят прикол за приколом я все шокими этого говна еще горит что хацан говно не бери видите да думаете я пизжу вот ну почти половина перепуска ну не половина конечно может 1 3 не за того что вниз выпадает отмерть и смола версии припуска пока тут у нас если так но это как в оптический бруцел смотреть с обратной стороны как говорит один мой надеюсь я их коллегой для него стану вот такие вот пироги ребята там потому что я похоже получается короче ребят спасибо тем кто даже откликнулся и здесь за сколько лет уже прошло после этого все до сих пор откликается пишут комментарии наверняка благодарю короче вас за внимание будьте тоже внимательны принял уже даже задумать у хацана же есть какие-то там на базовые модели типа альфа 33 там что-то на них примерно так же как там бурка здесь штифтик что-то высадилось я просто рукой дожил раз дожил суммите просто тяга взвода просто крутанулась блин и чё я буду продолжать разбирать там все буду чистить потому что после вот этого сверления вот так дырки усмирление вот это херни наверняка у меня там этой искры просто в торта компрессора брызгали блин каим его из-за запрыскали его ну плюс надо бренд по-любому все это вычищать то что видели какой влажный компрессор весь вон так как у меня там блин короче тут какая-то хер вообще ну-ка убить и какие котки компрессор зовут уже покоцанный они простите это сгустки масла ну короче масло какого-то такого ведь с каким-то перемешку с с крошкой какой-то тип как ворот воронение крошками поскреблась по-любому все это чистить ну-ка так я вот загляну еще разок непонятно то ли мусор то ли там какие-то бакилки в общем правильно сделал что разобрал но как может стрелять с винтовкой нас точнее может стрелять плент но смысл покупки такой винтовки тебя продают позиционирует светом механический завод гражданское оружие сказали бы гражданские игрушки блин косячное оружие не я понимаю что кризис что все страдают на самом деле и выживать как могут кто-то нанимает там дешевую рабочую силу кто-то за контролем не особо следит утяжелители нет плену это вообще пипец всю жизнь в морках всегда есть только утяжелить херак его нету это покоцаны пипец я надеюсь там это крошки а кстати вот какие-то крошки здесь блин кипец тут реально стружка я думал то блин подкалывают подъем будет типа это тип у них все говно у нас все хорошее реально стружка какая-то интересно там манжетная стружка или металлическая мажетность после пластиковая короче ребят чистить надо манжету смотрите до металл такой как будто от воронения покоцаны и гости принта металл металлическая стружка при мне то есть реально не не прикол видимо об эту стружку манжеты потерлась поливу магазине был один быстро сделал один я дома стрелку хронограф все что может так покоцал там что стреляли блин где-то в магазине или человек который если она после возврата были хотя не похоже блин она вся влажно еще ничего не выгорело на вид я подумал что она новая стреляли не могли стреляют он заводе как не заняты о блять штифт прикиньте ребят просто смотрел и штифт вот вытащился вот конечно же я понимаю что он прижмется точнее ему некуда будет выскакивать когда он будет внутри компрессора может быть крепитесь от компрессор и причем тут ну понятно он тоже сферической формы но блин вот эти краешки достаточно самом деле острые не знаю сделать же так думали же обсуждали не только же мы это подняли эти темы на заводе тоже небось дискутировали когда собираюсь в таком кабинете с овальным столиком делали проекцию и там человек говорил новая форма там наших компрессоров будет составной вот эта часть привыкает сюда б б б б б и там спорили такая форма компрессора недопустимо она будет заработать нет наша форма штифта сферической формы там какого-то там материала наверняка там какого-то может сын кого можно проверить сразу кстати остальное мы не стальной которые не позволят поцарабать металл нет стальной штифт но может из более мягкой стали ребята же решили так тоже не просто давайте сделаем там я хозяин завода там не разбираюсь в этом директор от инженерный инженер раз ты разбираешься сделать все это не помекает утверждали все это давали добро тестировали но странно мне кажется это может портить но компрессор то есть она может просто в одну сторону случайно чуть выйти больше мажет кого что же чуть расширяется кстати смотрите вот так как еще съезжает то есть если он чуть сторону короче это хрень подвижно ведь будем пробовать работать всем что есть у кого что стреляет нужную скорость у меня фронограф выдал пулькой 057 153 метр как бы но в обычном те пушки которые стреляют пулькой 05 вот который у меня есть 150 там обычно если на 5 поставить до тех который стреляет 150 пулькой 057 если поставить такой 05 такой серый баночки они типа турецкий не турецкий то каким непонятность вот такой баночки пульки но это старый кстати кстати неплохо стреляют но нормальной формы то есть старых запасов короче вот такими пульками пушка обычно там 175 и 150 на 153 157 примерно этими 057 то есть как бы я я предполагаю что вот это 160 может 165 стреляет пульками 05 вот такими вот потому что и по со всеми на выстрел 153 мы теме который видимо стреляют так не очень бодро вот так что на принципе стреляет свои заявленные характеристики принципе какая разница какой там компресс какой-то мы прошли внутри чтобы была компрессия который кстати нихрена нет пожалеть или нет пипец хорошо хоть вообще разобрал ее ладно всем спасибо вот такие вот пироги ребята ну я просто хочу блогерам хочу пустом вести чтобы не смотрели к мутирули блин чем-то хуже ну я на самом деле я хуже потому что я потом особо не разбираюсь ну ладно всем пока